Чтобы герань пышная и ярко цвела, необходимо подкармливать ее правильно. И сделать это может йод. Готовится подкормка очень просто, а результат появится уже после первых двух-трех подкормок. Состав готовится очень просто. На каплю йода нужно добавить литр воды и 1 мл перекиси водорода. Поливать нужно по краю горшка, чтобы на листья раствор не попадал. А еще за раз необходимо вносить не более 50 мл раствора. С мая по сентябрь эту подкормку вносят раз в три недели, а позже осенью и зимой подкормку надо вносить раз в 4-5 недель. Из перекиси водорода можно сделать и другой состав, который поможет обеззаразить почву, улучшит ее структуру и поможет защититься от вредителей. Необходимо развести 20 мл перекиси в 1 л воды. Учтите, что корни герани чувствительны к перекиси, поэтому удобрения нужно применять понемногу. Также в качестве мощных подкормок можно применять витамины группы В, такие как В1, В6 и В12. Их начинают вносить в середине лета и продолжают до самой зимы. Содержимое ампулы необходимо растворить на 2 л воды и обильно поливать цветы. Вносить подкормки нужно раз в 3 недели и при этом заменять один витамин другим. Эта подкормка поможет активизировать цветение и улучшить защитные функции цветка. А в качестве органической подкормки можно взять коровий навоз или птичий помет. Но применять их нужно очень осторожно, поскольку едкая органика может навредить очень нежным корням растения. Коровяк считается более щадящей подкормкой, но и его нужно разводить в воде до слабоконцентрированного раствора и только потом вносить под цветок. Используйте любое из этих удобрений, и герань будет цвести и расти на радость!